Героиня нашего следующего репортажа Галина ездит за продуктами из Мустамяя в Ласнамяя. Такой длинный путь из одного конца города в другой она проделывает, потому что находящиеся вблизи ее дома магазины лишены комфорта. Здесь вот взять навал, здесь магазин есть, да, заходишь в него, банки, склянки, тазики, да, колеса, вернее шины для машин, надышишься этим запахом и когда проходишь туда хлебному магазину или к молочному, да, узкий проход, вот такой узенький, ты идешь, колясочка впереди тебя, да, а тебя сзади уже бьют, ты не успеваешь посмотреть там. Имеется еще несколько причин, по которым Галина предпочитает один известный магазин в Ласнамяя. Отправляемся в путь. Но и в этом заветном магазине есть одна вещь, которая беспокоит Галину. Когда вот я хочу выбрать что-то, на этикетках я не могу прочитать название продукта. Зеркало привыкло действовать эффективно и в интересах слабых слоев населения. Поэтому на место мы пригласили коммерческого директора торговой сети Кристину Мустанен, чтобы она приняла необходимые меры. А, да, 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 да. Вот такой мороженый. Я покупаю обычно вот это, я уже знаю, что это мороженое, да? Да. Какая его цена, вот найдите мне его. Да, теперь-то я вас понимаю. Попробуйте. Да, действительно, здесь просто очень много ценников, вот, в ряд. И, действительно, вот отсюда я со своим зрением еще могу прочитать что-то, но для того, чтобы... Вы должны вот так вот прочитать, вот. Тогда я вижу, что... А если я стою прямо, я не вижу. Вот что я увижу, какое название... Вот. Я вот так должна лечь, да? И вот обойдите, вот я вот этим недовольна. Идем в отдел кулинарии, где проблема мелкого шрифта усугубляется. Если на холодильных ларях ценники просто расположены далеко от покупателя и к ним приходится тянуться, то в отделе готовой еды они вообще недоступны. Я стою, да, я вижу 5,20, да? Да. А что, черная там свекла, да? А какой салат этой свеклы? Вот. Я не вижу, какой... Там кала или кана. Вот прочитайте туда. Я должна что-то делать. А в это время народу... О, я имею в виду, встанешь вот так и думаю, что это такое. Так ведь? Да, очередь напирает. Со всех сторон. Да. Буквы. Чтобы решить проблему микроскопических надписей на ценниках, зеркало предложило Галине в помощь лупу или бинокль. Но выяснилось, что мы опоздали. Нет, мне такая музыка не подходит. Это надо ее настраивать. Расстояние каждый раз разное. Да. В общем, бинокль не самое лучшее решение. Я хожу по всем магазинам, вот с этим. Вот. И там, где я вижу, из чего состоит, да? Вот. Когда я здесь не вижу, да, я не вижу. Туда я... Да, лупу тут издалека через стекло не приложишь, согласен. Почему нельзя сделать вот в этом углу, вот в углу цену, а здесь название, чтобы вот название было в большем промежутке. Этот вопрос, почему нельзя просто увеличить надпись товара на ценнике, Галина задает на протяжении всего нашего репортажа. Но насколько это просто? Если мы посмотрим этот ценник, да, здесь указано более короткое название, которое менее 40 символов, и, соответственно, одна цена. Если мы возьмем следующий ценник, да, где указано более длинное название, соответственно, у нас допустимо по техническим правилам 40 символов, соответственно, уже идет текст названия в два ряда. Также ты должен указать обязательно старую цену товара, если он компанейский товар, и у него есть скидка. Это цена, которая действует на сегодняшний день, и обязательно должна быть указана грамматура, то есть, соответственно, вес, масса, за которую ты платишь эту стоимость. И когда уже ты смотришь весь ценник в целом, то существует системная матрица, которая делится на части. Соответственно, 40 символов наверху, здесь указывается цена, соответственно, сюда идет уже штрих-код товара и его грамматура. Тем самым, если мы увеличиваем эту часть ценника, то у нас идет движение нижней части и левой части ценника. Соответственно, если мы будем увеличивать название этого ценника, то мы потеряем фокус на цену. То есть, соответственно, нам придется уменьшать саму цену, потому что уменьшить уже штрих-код мы не имеем такой возможности, потому что здесь уже шрифты так и есть минимальные. Соответственно, как я уже говорила, с начала этого года мы увеличивали саму цену, то есть и на сегодняшний день сама цена и ее размер – это есть приоритет. Потому что, в первую очередь, клиент видит, хотя бы примерно видит, какой товар он покупает, и очень важно, чтобы он увидел цену. Вот оно что, Михалыч! Оказывается, дизайн ценника – это, как сказала Кристина, системная матрица, любое изменение которой занимает, внимание, от полугода до одного года. Изменив небольшую деталь в магазине на Смуле, торговая сеть будет вынуждена провести комплексные изменения во всех странах, где действует международный торговый концерн. Ну, мы видим, что между клиенткой Галиной и коммерческим директором Кристиной завязалась очень такая бодрая, интенсивная беседа, и я надеюсь, что они непременно придут к консенсусу. Ну, а я рад, что мы с помощью «Зеркала» смогли обратить внимание на эту, казалось бы, мелкую, но все-таки крупную проблему для потребителей. Продолжение следует...